Друзья, всем привет! Компания Xiaomi только недавно начала выпускать Android 15 вместе с HyperOS в то время, когда Google уже выпускает Android 16. Да, тема весьма интересная и в последнее время ее многие обсуждают. Удалось поставить Android 16 на весьма легендарный Xiaomi. Ну и давайте разбираться, что же в принципе нового стоит ожидать. Так что присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Как я в начале видеоролика сказал, что на легендарном Xiaomi мы будем это все тестировать. И да, Xiaomi Mi 9T еще в 2024 году способен вывозить Android 16, который только лишь для разработчиков представлен. Ну и конечно же HyperOS 2 под управлением Android 15. Вы можете сказать, что наверное этот аппарат из какой-то параллельной вселенной или же из будущего. Но в принципе он вполне может себе вывозить все то, что мы от него хотим и также те задачи, которые мы перед ним ставим. Что же в целом в Android 16 меняется? Да, сразу не стоит ожидать, что куча всего поменяется. Что допустим 16 Android будет как iOS 18. Хотя вот как бы есть уже некоторые такие слухи, что-то уже и шторку переделают. Но то такое. Давайте первое, о чем мы с вами поговорим. Это проблема, которая касается у нас назойливых уведомлений. Допустим вам кто-то там пишет подряд 5 сообщений, 10 сообщений. И у нас постоянно вот эти вот звучания уведомлений происходят. И это, ну мягко говоря, раздражает. И что же разработчики в новом обновлении нам тут хотят предоставить? Появляется у нас такая штука, как снижение громкости уведомлений. И то есть, когда вам приходят последовательно 5-10 сообщений. И вас это раздражает. И при включении этой опции, все последующие уведомления будут с максимально приглушенным звуком. Чтобы пользователю не досаждать. Согласитесь, это очень удобно. Допустим в том же iOS, в той же HyperOS, MIUI, когда это было, такой опции не было. И только сейчас разработчики доходят до этой истории. Я думаю, что многим она понравится. И многие ее активируют, если допустим в тех же обновлениях HyperOS с Android 16 данная фича добавится. Еще один такой интересный момент, который добавляется с Android 16. Это у нас редизайн окна поделиться сетью Wi-Fi под Material.U. Если ранее он был не совсем таким, знаете, примечательным или же под стиль самой системы. Лишь только в Android 16 Developer Preview 1 разработчики этот момент устраняют. Да, как бы то на функционале самой системы это никоим образом не отобразится. Но согласитесь, почему бы не довести до ума систему, чтобы все разделы были под единый стиль. Следующая же настройка, которая добавляется в новой версии Android, это у нас передача аудио. К сожалению, на примере вот Mi 9T и той прошивки, с которой был взят этот порт, мы этого не наблюдаем. И суть вообще заключается в чем, что данная опция позволяет делиться аудиопотоком на две пары наушников одновременно. И все это дело основано по технологии AuraCast, которая включена в стандарт Bluetooth LE Audio. И поэтому для функционирования этой штуки необходимо, чтобы AuraCast поддерживала и смартфон, и оба звуковых устройства. Да, в целом удобно, интересно, и я думаю, что также возможно и в оболочках, которые построены на основе Android, это могут внедрить. Еще также момент у нас касается уведомлений в следующем компоненте. Что вот допустим, операционка научилась автоматически скрывать конфиденциальное содержимое уведомлений на дисплее экрана блокировки. И причем даже если пользователь не включил соответствующий пункт в параметрах, алгоритм сам будет определять конфиденциальность. И да, согласитесь, действительно это очень важно, потому что не всегда, допустим, мы хотим, чтобы там кто-то видел наше уведомление, чтобы видели содержимое этих уведомлений. Ну и как бы то сама система будет понимать, что эту информацию необходимо скрыть. И еще что можно заметить в системе из нововведений, это в разделе находится у нас панель управления разрешениями. И то есть у нас, если ранее была информация за последние 24 часа в плане использования того же микрофона, теперь же мы можем смотреть, сколько микрофон у нас там работал за неделю. Именно вот использование за 7 дней. Тоже кому-то это будет удобно, кто следит за этой статистикой и кто собирает определенные данные. Также вот разработчики добавляют разнообразие в плане данной настройки. Что еще ожидать от 16-го андроида? Вот, почитав из того, что пишут в твиттере, по сайтам, заявляются, что, во-первых, возможно, что переделают саму шторку, и она будет такой некой под стиль iOS 18, но опять же это только лишь слухи. Также еще пишут, что добавится такая опция, чтобы не заходить там в приложение, чтобы увидеть там через сколько такси приедет, через сколько доставка приедет. Это будет сделано, как на примере тоже iOS, когда на том же динамическом островке нам пишется, сколько до прибытия того или иного там такси, курьера и прочего. Тоже удобно, очень интересно, но я думаю, что также многие пользователи Android это оценят. Если же вставить свои 5 копеек по этой операционке, вот как пользователя, который, допустим, всю свою жизнь провел на MIUI и HyperOS, потом на iOS перешел, могу отметить, что вот именно чистый Android, он интересен по-своему. Еще у меня есть такая мысль, когда-нибудь в этой жизни попробовать устройство Google Pixel, полностью переехать на них и вообще попробовать весь этот фетиш. Потому что реально самый такой, по моему мнению, оптимизированный Android именно на пикселях. Потому что если мы там используем оболочку, ведь вы понимаете, что там куча еще сверху всего стоит, что там разработчики могут накосячить и прочее, то Google напрямую исправляет все эти недочеты своими патчами. Эти патчи выходят у нас, ну, очень-таки быстро, скажем так. Нежели это, допустим, реализовано на тех же там смартфонах Xiaomi и прочих. То есть на Xiaomi эти обновления приходят не очень-то и быстро, и разработчики не очень-то охотно могут что-то исправлять. Кому интересна информация в версии об Android, пока она именуется как баклова, там не пахлава и не прочее, то есть баклова она именуется. Номер сборки следующий, версия ядра, прошивка модуля связи и тому подобное. Если кто-то думает, что здесь добавляется у нас новый логотип Android 16, то нет. Хотя в сети он циркулирует и действительно выглядит весьма интересно. И как по мне, Android 16 будет весьма интересен, многих он заинтересует. Я думаю, что разработчики оболочек не будут сильно урезать его возможности. Ведь если, допустим, взять ту же HyperOS, да и MIUI, если взять и в бренд Xiaomi, то, как вы понимаете, что то, что есть в чистом ведре, его нет в этих оболочках. То есть разработчики ставят свои опции, свои какие-то фишки, и то, за что мы реально любим чистый Android, мы, к сожалению, этого не видим. Но, опять же, возможно, в будущем эта тенденция поменяется, и разработчики будут больше оставлять фишек из чистого Android. Но если у вас MIDI VT, если у вас чешутся руки что-то интересное на него поставить, попробовать что-то новое, то в описании оставлю ссылку на этот порт и на автора данного порта, и рекомендую его поддержать своей подпиской. Но если еще остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.